Всем привет! С вами Кристалл! Продолжаем играть в разные игры! И сегодня, ребята, с вами вновь вернёмся в мега-ультракрутую игрушку под названием Танк Дефенс, где нам предстоит создавать свою армию танков, улучшать армию танков, развивать армию танков, и этой армией танков уничтожать другие танки, которые тоже будут развиваться и становиться всё более танковыми. Короче говоря, танки-танки-танки у нас, как обычно. Если тебе игрушка эта понравится, захочешь увидеть по ней продолжение, увидеть, как наша армия будет развиваться дальше, то лайком поддержи, будет много лайков, значит, будет много серий. И всё в этом плане у нас достаточно просто, поэтому лайк обязательно поставь. А если просто так не можешь поставить лайк, то поставь лайк, например, за 3 секунды, тогда ты проверишь свою скорость реакции, и заодно за 3 секунды ты успеешь меня порадовать, если поставишь лайк. Поэтому давай, раз, два, три. Успел, значит, у тебя офигенная скорость реакции, и ты меня поддержал, поэтому ты красава вдвойне. Так, ну тем временем у нас здесь идёт вот такой вот уровень, но я не хочу, на самом деле, сражаться с этим танком, потому что у меня есть возможность открыть сегодня мега-ультракрутой новый танк. Давайте его посмотрим. Конкретно у нас здесь есть дерево технологии, наверняка вы его помните. Если не помните, здесь у нас есть возможность открыть себе новые виды танков. Сейчас у нас был лёгкий открыт, потом средний танк, потом ракетинца у нас была открыта, а сейчас можно открыть тяжёлый танк. И самое главное, после этого танка я могу открыть сверхтяжёлый танк. И мне капец интересно, сколько он будет жёсткий. И у меня как раз-таки хватает этих поинтов изучения, чертежей. Короче говоря, это дело я смогу открыть, поэтому открываем с вами сверхтяжёлый танк. Я надеюсь, что он будет прям офигительно крутой, так как стоит он 100 целых, получается, шестерёнок. Это очень дорого. Но я надеюсь, что это того реально будет стоить. И этим танкам я вообще всех и вся размотаю. Так что сейчас будем тестировать и те, и другие танки. Для этого нам потребуется сначала накопить 100 шестерёночек. Но это можно подождать, ничего страшного, 100 шестерёнок они у нас появятся. Благо стартуем мы не с нуля, если бы у меня 0 было бы шестерёнок, тогда могли бы возникнуть вопросы. А так, ну, в принципе, можно чуть-чуть подождать. Даже хп у базы потеряю. Но до нуля оно явно не опустится, поэтому можно, в принципе, говорю, посражаться так. Так, ну чё, создаём нашего мега-мощного, мега-ультра-сверхтяжёлого танка, который стреляет капец какими огромными снарядами. Сколько интересных выстрелов потребуется, чтобы размотать вот этот вот танк? Я думаю, что наш танк всё же победит. Вот это вот странненький вражеский оранжевый танк. Надеюсь, что он более-менее с ней быстро справится. Хотя он уже столько выстрелов сделал, но самое главное, он одержал победу. Это означает, что этот танк реально мощный. Сейчас посмотрим, как он с другими будет разбираться. Сможет ли он один справиться с целой вот такой вот армией. Ну и ему для того, чтобы уничтожить зелёненький танк, просто один выстрел уже. Он просто берёт, стреляет и уничтожает его. Это просто 10 из 10. Пока что мне этот танк очень нравится. Я, походу, буду с ним почаще-почаще ходить. Ну, давайте на следующий уровень сейчас пойдём. Дело в том, что у меня есть ещё один новый вид танка, который мы сами не испытали. Это просто тяжёлый танк. Если посмотреть, разница здесь прям существенная. То есть, например, средний танк у нас стоил 18 шестерёнок. Этот уже 40 стоит. Значит, он должен прям как два танка быть, по сути. Сейчас будем проверять. Пока что на базу, наверное, у меня нападут. Я специально пока не буду призывать никого. Я, в принципе, лучше, знаете, что сделаю? Пусть меня атакуют. Я просто один пулемётик поставлю, чтобы от мин избавиться. Потому что иначе мины сейчас могут подорвать мои танки. А это зелёные мины, которые создают кислоту. И кислота, ну, неприятно так дамажит, сразу вам скажу. Поэтому давайте. Всё, ладно, уже накопил. Можно выкатывать наш тяжёлый танк. Надеюсь, что он сейчас реально разнесёт всем вражеским танкам все кабинеты. Ну, капец нам, сколько кислоты накидали. Придётся чуть-чуть нам подождать. А то сейчас, наверное, тяжёлый танк у меня потерпит поражение, возможно. Хотя ненормально. Давайте ещё один призываем. И тем временем у нас два тяжёлых танка уже в бою. И, надеюсь, они сейчас всех размотают. Один танк, правда, я с высокой вероятностью потеряю. Да, вот его как раз разнесли. Потому что, ну, он капец как много урона получил. Его там кислотой били. Его там снарядами лупили. А он один там был. И он справился отлично. Поэтому он пал, как это говорится, с честью, короче говоря. Вальхалло его ждёт, как говорится. Так, ну что. Сорок ещё бы... Сорок ещё шестерёнок бы. Но, на самом деле, так посмотреть. Я пока что больше всего пропёрся со сверхтяжёлого танка. Да, он, понятное дело, он один как пять танков должен быть. И... Да, он работает один как пять танков. Он очень прочный. У него огромный урон. Поэтому я бы лучше его призывал. Но это уже смотря как будет уровень нам диктовать правила. Поэтому надо будет в этом плане смотреть. И что ещё, кстати говоря, по поводу смотреть. Я хотел вам сказать, что вы можете посмотреть внезапную рекламу, которая здесь у меня появляется, блин, видео. На самом деле здесь ничего нет. Потому что я всё равно это вырежу. Но, короче говоря, тут реклама вылетела. А что я хотел сказать, что вы можете посмотреть на мой канал ещё с другой стороны, если вы не подписаны на него. Поэтому давайте подписывайтесь. И тогда вы не пропустите ни один видос. И для вас будет много всякого самого разного контента. Поэтому и подписывайся, блин. Помоги мне набрать как можно больше подписчиков. Я уже давно хочу набрать два миллиона. Поэтому помоги мне в этом. Я буду тебе от всей души признателен. О, у нас пришли, смотрите, новые сотрудники. Такий бородач вон какой-то пришёл. И ещё Александр и Анна пришли. Ну, допустим, так. Но сначала надо с Елизаветой разобраться. Дело в том, что Елизавета у меня умеет, умеет, умеет чертежи делать. И она сделала как раз так один чертёж мне. Но меня больше интересует Анастасия на самом деле. Но ещё меня интересуют вот эти ребята. Чё они там почём? Можно договориться об уменьшении оклада. Может быть, в этот раз прокатит. И я попаду в зелёную зону. Ну, ноль к окладу. То есть ничего не поменялось. В принципе, ладно. Давайте ещё Анну попробуем. Может быть, с Анной получится мне договориться. И тоже ноль к окладу. Но зато не увеличил стоимость. Поэтому, ну, допустим, нормально. Окей. Так, ну деньги я лучше потрачу на нашего учёного сверхвысокой степени. И давайте ускорим, наверное, вот эту тему. Потому что я хочу сейчас получить чертежи свои. Так, кстати говоря, лучше вот так вот тогда сделать. И вот здесь заплатить. Сейчас у нас 4 чертежа прибавится. У нас будет 5 чертежей. Значит, я смогу открыть ещё какую-то новую постройку. Ещё какой-то новый, возможно, танк. Короче, сейчас будет крутота. Так что увидимся, когда я это всё посмотрю. Так, одни чертежи у меня готовы. Забираем сразу 3 чертежа. Плюс ещё Елизавета. Я на самом деле посмотрел рекламку. Но почему-то она не зажопила чертежи. Поэтому, ну, пусть пока 5 минут пройдёт сами по себе. Так, чё мне интересно. Конкретно за счёт того, что у меня есть 4 чертежа. Значит, я могу открыть ещё что-то любопытное. В данном случае у меня есть кислотник. Например, танк, который снаряд при взрыве разбрызгивает кислоту. Который носит урон. Это, конечно, забавно. Но чё-то не знаю. Я не уверен, что я такое хочу. Вот восстанавливать жизни союзных танков. Это прикольно. Регенератор это хорошая вещь, как мне кажется. Так, чё у нас ещё есть? Например, весь замораживает который, да. Есть вообще вот самые любопытные танки, которых у меня до этого не было. А это вот танк вот этого формата. Это таран, который в ближний бою будет наносить урон. Ещё есть танк-огнемётчик, который тоже будет вблизи наносить урон врагам. Нормально так. Но самое интересное, что есть ещё вот такая штука пилорама. И в дальнейшем мы сможем её открыть. Поэтому давайте попробуем вот в эту ветку двинуться. Возможно, конечно, регенератор бы мне лучше зашёл танк. Но я хочу попробовать вот эти. Плюс два новых танка. Это всё равно круто. Так, и давайте посмотрим, как они себя покажут в следующей у нас битве. Одиннадцатый у нас уровень тем временем. Сюжет проходим. Да, потихонечку. Так, и вопрос, что бы я хотел призвать в данном случае? Огнемётчика, тарана, простых танков. Я не знаю, что будет лучше. И какие враги сейчас против меня пойдут. Чего мне стоит придумать? Так, ну допустим, давайте я призову таран, огнемётчик, чтобы чисто на них посмотреть. И простой танк, например. А глянем, что они из себя представляют, если будут так... Нифига он! Я что-то ожидал, что он будет, конечно, прикольно работать. Но таран прям такой жёсткий. Ха-ха-ха. Просто берёт такое, типа... Вау! На тебе в жбан просто. Вау! Ха-ха-ха! Блин, один из моих любимых танков теперь это таран, походу. Блин, жалко его взорвали. Ну, крутой. За сорок всего шестерёнок он реально делает врагам больно. Так, ну вот кислотный танк, конечно, делает мне больно, потому что изничтожает всю мою армию. Вот это самое противное. Вот, знаете, вот самый-самый противный враг в этой игре, это грёбаные вот эти вот... Как сказать? Короче говоря, миносоздаватели. Они меня прям бесят. Я ничего против них сделать не могу, к сожалению. Они прям прочные. И даже вот прям сверхтяжёлый танк всё равно будет с ними разбираться прям максимально долго. Это как здесь с этим ничего, мне кажется, не поделать. Единственное, что может быть в подмогу ему ставить только вот самый лёгкий танк, который будет мины быстро разматывать. Это единственная, наверное, возможность как-то решить эту проблему. Ну, благо сейчас он... А, ладно. Я думаю, что он сейчас будет долго с ними разбираться. В итоге просто смотрите, какая армада вылезла на меня. Так, короче, я понял, что нам нужно переиграть и взять нормальный себе отряд. Поэтому давайте-ка сделаем покрасивее в этот раз. Я думаю, что... Хотя, давайте чисто для того, чтобы сверхтяжёлый танк у нас ещё раз появился. Давайте я попробую призвать сверхтяжёлый танк. Посмотрим, как он себя покажет в этот раз. Кстати говоря, по поводу кодовых слов. Сегодня у нас пускай будет кодовое слово Таран. Пиши Таран, получишь от меня лайк. Так, тем временем сверхтяжёлый танк я могу создать. Поэтому сейчас он должен будет выкатиться и показать себя во всей красе, я надеюсь. Здесь... Единственное, что он стреляет совсем не по тому, кому мне надо. И не останавливает эти маленькие гадкие мины. Которые могут, наверное, нанести прям хороший урон моему танку. И, возможно, даже за 100 шестерёнок он проиграет. Но зато тогда я буду знать, что этот танк, типа, вообще не приспособлен к тому, чтобы драться с такой вот мелочью. А, возможно, ему просто охрану сейчас нужно будет поставить. Которая будет как раз от мин избавляться. И таких бы несколько, на самом деле, было бы гораздо лучше. Так, давайте... Я сейчас буду специально спавнить самые дешёвые танки. Чтобы они отбивали нападение мин. Как мне кажется, это будет хорошее решение. Так, заморозили, блин, мой ультра-мега-танк. Ну, ладно, ничего страшного. Вот этот сейчас развалится, скорее всего, от яда. Нет, даже не развалился, странно. Так, и... А, миномётчика не прислали? Ну, тогда ладно. Кобздец, этот танк просто ультрапрочный. И вот так там фигачили просто всем, чем можно. А он такой говорит, да, я ничего не знаю. Я вот это, мега-ультратанк. Хрен ты мне, что сделаешь. Так что я в основном хочу призывать теперь сверхтяжёлый танк. Ого, а что так много валюты в это раздали? Аж 150 у меня уже есть с самого начала. Вопрос, кто на меня попрёт тогда? Давайте тогда, если у меня есть так много валюты, то я, пожалуй, создам несколько самых дешёвых, чтобы они тут как раз посражались. С минами избавились от большей части мин. Призываем нашего здравяка. И дальше у нас идёт, ну, понятно, танк-босс пришёл, который вот этот оранжевый, он жёсткий, конечно. Но сверхтяжёлый танк, как показала практика, спокойно с ним может разобраться. Так, может ещё огнемёчек какой-нибудь призывать? Или таран? Давайте таран призовём в следующий раз, когда у меня сейчас будет 40 штучек. Я призываю ещё одного юнита. Это будет таран. Он довольно прикольный, поэтому почему бы нам его не заиметь в свой отряд? Правда, сейчас его, скорее всего, размотают, потому что там появился... Ух, нифига себе. Он настолько лютый, что может просто взять в одного ворваться через кучу врагов. Ну, а тут что делать-то? Так, придётся призывать дешевнянскую армию нашу. Так, и отправлять в атаку, скорее всего, всех, потому что по-другому, наверное, тут никак ничего не сделать. Да он не может взвинуться с места. Вот миномёты эти дурацкие, они как бы вот просто уничтожают мой даже сверхтяжёлый танк. Вот здесь нужно что-то думать, как от них избавляться. Либо ракетницы какие-нибудь в подмогу ему стоять, либо что-то типа того. Так, давайте тогда... Сейчас я создам сверхтяжёлый танк, и ему в подмогу реально выйдут ракетницы, чтобы они издалека простояли, настреливали и делали, как говорится, нам урон. Так, главное, чтобы они не вырвались вперёд, потому что если выйдут они вперёд, то мне это совсем не нужно, чтобы их побыстренько размотали. Нужно, чтобы они позади стреляли и не получали урон. Тут сверхгениальный танк у меня, точнее, да, вот этот чувак обошёл просто, и сейчас я потеряю одну из своих катюш, конечно же, потому что у меня решил проявить просто нереальные качества. Один из моих ракетных танков стал вообще абсолютно тупо, не так, как мне надо и так далее и тому подобное. Давайте-ка вы назад поедете тогда, если у вас такая система непонятная мне, логика, точнее, непонятная мне. Так, отъезжает потихонечку назад, вроде нормально. Так, теперь приказ в атаку пускай идёт, и, может быть, снова я потеряю свой танк, потому что они просто тупизной страдают такой вот. Чё я могу сделать? Ладно, я буду призывать сейчас целую кучу сверхтяжёлых танков. Ну, короче, попробовал сохранить сверхтяжёлый танк, при этом сейчас покупая более-менее дешёвых, и попробуем их отправить в атаку. Может быть, так пойдёт дело получше, плюс база настреливается со всяких пулемётов, поэтому, может быть, дела будут, говорю, более-менее. Если у моего основного танка появится какая-то защита, чтобы его не морозили, кислотой не фигачили, тогда они, конечно же, победят. И, судя по всему, такая тактика уже более-менее сработала. Да, отлично, мы закончили с этим уровнем. Так, значит, отправляемся мы в лабораторию. У меня там, наверное, закончили делать ещё один чертёж. Где мои учёные? Вылезайте, давайте, куда вы там попрятались-то. Кстати, если разработчик каким-то боком смотрит мой ролик, а они иногда смотрят, то хотел бы попросить убрать надоедливую плашку кто-то в онлайне. Это постоянно ты играешь, и вечно вылезает плашка кто-то в онлайне. Кто-то в онлайне. Я сам могу зайти в онлайн. Не надо мне эту плашку фигачить постоянно. Раздражает только. Зачем вот мне здесь кто-то в онлайне? Спасибо, хорошо, я буду это знать, но больше не вылезай, пожалуйста. Вот. Такс. И по поводу сотрудников, да? Давайте посмотрим. 14 оклад, 11 оклад. Давайте примем Анну. Пускай у нас будет ещё один работник, кто будет делать нам чертежи в дальнейшем. Так, здесь 11 требуется. Но больше сотрудников, больше чертежей, в принципе, можно будет нафигачить. Я думаю, что идея хорошая. И, ребята, говорю, если игра вам понравилась, захочется увидеть по ней продолжение, лайками поддержите. Я вам покажу, как будут выглядеть остальные танки. Все мы их обязательно опробуем. И огнемёты, и тараны, и регенераторы, и пилу, и также базу прокачаем. Тут ещё апгрейды на базу, всякие электростанции. Всё это будет, если вы лайками поддержите. Поэтому обязательно лайк поставь, если хочешь видеть ещё серии. И особенно будет важно, если ты поддержишь мой канал, благодаря тому, что ты подпишешься на него, чтобы я тебе показал ещё больше и больше и больше видосов. И так, видосов уходит очень много. Я буду стараться всё равно делать их только лучше и интереснее. Поэтому подпишись обязательно. Без этого никуда никак. Я буду этому очень рад, очень признателен, если ты поддержишь меня подпиской. Ну, а с тобой был Кристалл. Не скучай, не болей. Скоро увидимся. Удачи, пока, и всего тебе хорошего.